Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, суббота, раннее утро, а у меня в магазине появилась новая рулетка на М4, то ли Йоу, то ли Игрик. Ребят, пожалуйста, подскажите мне, как правильно читается название данной машины, напишите в комментариях, потому что я реально до сих пор не могу понять, как же все-таки произносить название данной тачки. Короче говоря, появилась вот такая вот восьмерка в рулетке. Рулетка далеко не самая дешевая, машина далеко не самая крутая, но поскольку рулетка есть, а у меня канал новостей в том числе, поэтому давайте будем обсуждать. 11 прокрутов. Полностью все 11 прокрутов обойдутся вам в целых 18705 голды. Если вы дойдете до 8 уровня включительно и на этом остановитесь и машина вам выпала, то тогда в принципе можете радоваться, потому что машина вам достанется за 8200. Вы за 8200 получаете танк 8 уровня и каких-то еще дополнительных ништячков, но к этому вопросу вернемся чуть позже. Если вы прокрутите 9 раз, то здесь уже будет 11200, ну и соответственно 10 раз 16205. Это действительно очень дорого. Почему говорю дорого? Потому что здесь, ну прям чего-то суперценного по большому счету нет. Есть анимированный аватар с уточкой, действительно очень большая ценность, целых 2000 свободного опыта, Целых 3 слота, простите, 4 слота занято серебром, начиная вообще с 30 тысяч серебром, которые можно получить даже на 7 уровне на среднефармящей машине. Ну и здесь еще есть легендарный внешний вид и да, действительно красивый обвес. Мне действительно нравится хранитель неба. Вопросов нет. На машинах смотрится очень красиво. Но все-таки, ребят, больше здесь ценного ничего нет. По большому счету из ценности только тачка, ее легендарный внешний вид, ну и соответственно вот этот вот обвес. Все остальное я ценностью особой не считаю. Поэтому не считаю, что данная рулетка должна была стоить целых 18700. Я чисто ради интереса пару раз крутну для того, чтобы посмотреть, а глядишь выпадет, делаю на основном аккаунте, потому что здесь немножко голды есть, да и плюс к тому, если машина выпадет, то как раз она попадет в коллекцию туда, куда надо. Если не выпадет, друзья, то мы тогда перейдем просто на пресс-аккаунт, возьмем М4, я его Йоу буду называть, ну и соответственно выкатим его из ангара для того, чтобы посмотреть на что он способен. Не удивлен абсолютно, только что отдал голды за 30000 серебро. Ну нет, ребят, я против такого сабантуя, я вообще, вообще не против чего-либо, кроме голодовки, но блин, ну это действительно не серьезно. Делаю еще один прокрут, сугубо ради вас, надеюсь на то, что вы лайкните за страдания и страдания, потому что, ну, я сливаю голду просто в никуда, я это понимаю, но все-таки хочу показать, как это происходит. 110 бустеров боевого опыта, да не нужны они мне, вот серьезно, мне проще проходить ивенты, выполнять боевые задачи и таким образом фармить их. Ладненько, покрутить покрутили рулетку, я думаю, что эта затея такая себе, поэтому предлагаю переместиться просто на пресс-аккаунт и выкатить машину из ангара. Ну что ж, друзья, давайте будем обсуждать нашего героя, как обычно заценим технические характеристики по орудию, все остальное будем заценивать в боях. Что касается времени сведения и разброса, вполне себе комфортные нормальные цифры, немножечко подкачивает разброс, но это в моем личном субъективном понимании, вы свое мнение пишите обязательно в комментариях. Опять-таки, вот эти две цифры я рекомендую заценивать непосредственно в самих катках, а не стоя где-нибудь в ангаре или в сравнительных таблицах. Что касается урона в минуту, вроде бы все нормально, вроде бы все окей, но к вопросу урона в минуту сейчас еще вернемся. Что касается угла склонения орудия вниз, то здесь минус 8, это приятная цифра. Вокруг башни есть так называемый бронепояс, я его так называю, или бронешарф, который прикрывает башню и вот эти вот минус 8 действительно позволяют комфортно отыгрывать от башни в том числе. Хотя там есть комбашня, но опять-таки к этому вернемся тоже чуть позже. Что касается среднего урона, 310 это действительно круто и кто-то скажет, да вы умножьте, получите какая цифра получается за магазин. И здесь я отчасти соглашусь, но только отчасти. Средняя бронепробиваемость 230 единиц, вполне себе комфортно для 8 уровня, если вдруг чего можете подкалиберное заряжать, будет вам счастье. Но эти цифры, ребят, с учетом того, что в оборудовании у меня установлено все накалиброванные снаряды. Ставить вентилятор здесь нет абсолютно никакого смысла. И теперь давайте поговорим о самом неприятном, что есть в этом орудии. Это вот эти две цифры. Первая цифра, это время перезарядки снарядов между собой в магазине. Она составляет 7 секунд. То есть каждый снаряд из вашего магазина будет вылетать через 7 секунд после предыдущего. Но мало, мало этого. Так еще и после того, как эти 4 снаряда закончатся, вы будете перезаряжаться еще 14 секунд. Но это получается система приблизительная, как в ИС-3 защитнике. Вроде бы и барабан есть, а вроде бы играешь на цикличном орудии, которое периодически заедает, когда снаряды заканчиваются. Вот такие вот цифры по ТТХ в отношении орудиям. Что касается брони. Да, броня здесь отчасти есть. Вот эта часть полностью серая. Здесь есть хорошая приведенка. Пояс классно бронирован и действительно хорошо закрывает башню. Комбашня страдальческая. Пробивает ее практически все. В это то, что касается по броне. Ну а думаю, что все остальное нам необходимо заценить непосредственно в самом бою. Сейчас посмотрим, куда нас бросит. Так, чтобы мы не пошли с вами в какое-нибудь возрождение или в рейтинговый бой. Ну и будем смотреть, на что машина способна. Ну что, друзья, поехали. Давайте начинать заценивать. По подвижности. Обычный тяжелый танк. Все-таки не хватает ему динамики. Это правда. Вы не сможете прям борзо перепрыгивать с места на место на карте. Не то, чтобы танк одного направления. Но все-таки часто менять направление у вас на данной машине получаться не будет. Туго входит в повороты. Это правда. Действительно очень тяжело объехать какой-нибудь дом, как это только что было. Это опять-таки правда жизни данной машины. Что касается времени сведения. Ну как вы видите, время сведения заявленное. Приятное, комфортное, нормальное. Но по факту, когда начинаешь сводиться, ощущаешь, что все-таки его не хватает. Но как-то медленно все-таки это дело происходит. И хотелось бы, чтобы происходило это пободрее. Плюс к тому, стоит отметить, что орудие является точным при полном сведении. Если вы полностью не свелись, то можете смело рассчитывать на то, что отбросить точно снаряд у вас не получится. Время перезарядки снарядов между собой в магазине не сильно приятное. Потому что, как вы видите, вот я сейчас ожидаю целых 7 секунд для того, чтобы сделать следующий выстрел. По большому счету, у меня сейчас полное ощущение игры на обычном цикличном орудии. Которое перезаряжается в районе 7 секунд. Но только разница, как я уже говорил, стоя в ангаре, заключается в том, что играя на этой машине, вы сначала 4 снаряда играете, как на обычном цикличном орудии, а потом вы играете, как на барабане. Потому что вы вынуждены дождаться, пока этот барабан перезарядится. Зачем была придумана данная система перезарядки, я имею ввиду в отношении времени КД, я до сих пор понять не могу. Меня до сих пор будоражит игра на ИСе, защитнике. Потому что там точно такая же система, и там точно такое же мое непонимание в этом отношении. Я вот сейчас, будучи на какой-нибудь другой машине, барабанной, имею ввиду, вполне спокойно забрал бы сейчас Крушака. Но играя на данной машине, я этого сделать не смог, потому что ждал, пока орудие перезарядится. У меня остается один снаряд, я сейчас его выпущу вот в этого товарища, и ухожу опять на долгое время на перезарядку. Ну, а понятное дело, что за это время меня сейчас отправят отдыхать, и на этом для меня, в принципе, вся история игры в данной катке закончится. Куда пробивают? Как вы видите, пробивают комбашню, как я говорил, ну и, соответственно, пробивают нижний бронелист. Стоит отметить, что да, действительно, в отношении самой башни все нормально, все окей, башня забронирована, туда вас никто выцеливать не будет пытаться, потому что она прям сияет красным. То же самое касается верхнего бронелиста. Наша результативность. 1560 единиц урона, ни одного уничтоженного соперника. Что касается результативности по фарму, то с учетом прем-аккаунта 32700 в минус не ушли. Если смотреть без прем-аккаунта, то 18000 чистоганов. Я бы сказал, в принципе, ни о чем. Многие машины за даже такие результаты, даже в проигрышных боях, порой вывозят и больше. Это действительно факт, и если я не прав, пишите в комментариях, считаете ли вы, что М4 Йоу, или как он там называется, фармит нормально и приемливо. Ну, вот такие вот результаты. И, честно говоря, я считаю, что данная катка является показательной для данной машины и не является для нее какой-то уникально хороший, либо уникально плохой. Но все-таки считаю, что необходимо взять машину в бой и попробовать еще разочек. Не хотелось бы загадывать наперед и говорить по поводу того, что с картой нам повезло, но, возможно, на этой карте получится себя показать немножко лучше. Дело в том, что здесь есть где спрятаться, где, я имею в виду, прикрыть свой нижний бронелист. ПТХа, поехали сюда. Не гони. Зачем ты туда поехал? Тебе там нечего делать. Ну, ладно. Окей. Смертник, значит, смертник. Три ТТХи, он один. Ну, а нам с Франкенштанком там делать, в принципе, нечего было. Вот где-то вот в таких игровых позициях машине действительно место. Тут действительно будет комфортно, потому что прикрыт нижний бронелист, потому что есть возможность где-то спрятаться за каким-то домом на время перезарядки, для того, чтобы не выцеливали. Единственное, что остается уязвимым, это комбашня. Но без уязвимых мест у нас в игре нет машин, поэтому особо на это обращать внимание не будем. Успел выстрелить, но не смог пробить. Потратил. Жаль, потратил один снаряд. Ну, давайте. Да что же вы такие фартовые-то сегодня? Так, ухожу на полную перезарядку, потому что с одним снарядом все равно ничего не сделаешь. Желательно было бы ворваться сейчас с полным магазином. Ну все, теперь погнали. Хельсинг, едь сюда. Дай в тебя урона немножко побросать, чтобы мы хоть как-то увидели результативность данной машины в отношении фарма. Ой, затылок прилетает, ребят, по полной программе. Ну перезаряжайся ж ты быстрее-то, а! Ладно. Ну, короче говоря, я так понимаю, что ничем приятным данная катка опять-таки не закончится, но не знаю. Не буду снимать себя с какой-то вины в отношении качества моей игры конкретно на данной машине. Я играю так, как умею, и играю, как мне кажется, как большинство игроков в этой игре. Я не киберспортсмен, не суперстатист. И скажу откровенно, данная машина меня не радует. Она не приносит мне абсолютно никаких суперпозитивных впечатлений от боев. В первую очередь из-за вот этой вот турни со временем перезарядки снарядов внутри магазина и потом еще перезарядки магазина в целом. Ну, негоже, негоже делать такое с машинами. Если бы здесь поставили время перезарядки внутри магазина хотя бы там секунды 4-4,5, я бы еще понял, за что ты потом ждешь дополнительное время, чтобы дозарядиться. Ну, а так, для меня это абсолютно непостижимо. Я с таким же успехом могу взять любую другую премиумную тачку, которая перезаряжается плюс-минус то же самое время. Ну, и, соответственно, играть просто на цикличном орудии и получать от этого удовольствие. Стоит отметить, что да, действительно, на данной машине можно бодро добирать кого-то. Но, опять-таки, это можно делать и на любых других машинах, которые обладают барабанами либо скорострельных тачках, таких, допустим, как тот же самый Action X. Та же самая акула перезаряжается плюс-минус столько же по времени, такая же по живучести, а может быть даже и получше будет. Ну, и, короче говоря, по результативности в таком случае акула в любом случае будет лучше, чем эта машина. Короче говоря, есть с кем конкурировать. И во многих вещах данная тачка проседает. 2660 единиц нанесенного урона. Тройка другая сделанных фрагов. Ну, а если быть точным по результативности в отношении того, что мы сделали внутри нашей команды и в целом по бою, то в данном бою, да, действительно, результат меня порадовал. Но все равно сказать, что я получил массу удовольствия от этого боя я не могу. Да, три соперника, да, первое место в команде по урону, но все же это далеко не те ощущения, которые мне хотелось бы получать, играя на премиумной машине, тем более восьмого уровня, тем более из рулетки за 18705. Крутить или нет рулетку решать исключительно вам. Мое дело показать все таким, какой она есть на самом деле. Если вы за честность и за правду, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видео, ну и обязательно, обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу увиденного. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.